Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С будущего года его доходы составят 39 миллиардов 650 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю города. Четверть всех средств – это налог на доходы физических лиц. Он поступает в казну. Еще больше половины всех средств муниципалитет получит в виде субсидий и дотации от бюджетов вышестоящих уровней. Как правило, это целевые средства, выделяемые, например, на улучшение жилищных условий, ремонт дорог, повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, питание некоторых категорий школьников и так далее. На что потратят почти 40 миллиардов рублей в следующем году. Распорядителем большей части казны, как и прежде, является департамент образования. Он содержит школы, детские сады, отвечает за дополнительную нагрузку, курирует молодежную политику. 13,5 миллиардов рублей уйдет в сектор общего образования, 8,5 – дошкольного. На физкультуру и массовый спорт запланировано 1,5 миллиарда рублей, вдвое больше. На коммунальное хозяйство – свыше 3 миллиардов рублей на дороге. Всего на 2023 год расходы прогнозируются в объеме 46 миллиардов рублей, при этом почти 60% из них за счет нежбюджетных трансфертов. 9,8% расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – почти 4 миллиарда рублей. 11,8% – национальная экономика – это 4,8 миллиарда рублей. Здесь отражаются расходы на пассажирские перевозки, содержание и ремонт дорог, проездов, благоустройства дворов, содержание лесов и других. Бюджет развития срута составит чуть более 9 миллиардов рублей. Инвестиционный вклад сосредоточится вокруг строительства уже начатых объектов, реализации заключенных концессионных соглашений и научно-технологического центра. Там продолжится строительство дорог. Набережные в будущем году на это направят 1,5 миллиарда рублей. В том же районе возводят канализационную насосную станцию, водовод, сети теплоэлектрогазоснабжения, водоотведения. На указанную инфраструктуру запланированы расходы в сумме 2,5 миллиарда рублей. В других частях города предусмотрены в будущем году строительство канализационных и чистных сооружений водовода в районе Кольца Гресс, системы водоснабжения поселков Кедровый 1 и 2, улицы Речной, посвящение у 45-й школы проезда с улицы Островского к профсоюзу футравматологической больницы. К слову, на ремонт автомобильных дорог планируют направить 712 миллионов рублей. 94 из них уйдут на борьбу с колейностью. На строительство автомобильных дорог планируется направить 808 миллионов рублей. Из них на создание дороги с инженерными сетями улицы Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Фургуте 314,7 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы в рамках контракта жильного цикла. В проспектах Комсомольске на участке от улицы Федорова до улицы Кайдалова 107,4 миллионов рублей – это инвестиционный платеж в рамках концепционного соглашения и другие дороги. Во время предварительного рассмотрения проекта бюджета поступило 5 вопросов и предложений от жителей. Один из них касался выделения денег на создание причалов для маломерных судов. Такой пункт расходов в стратегии развития города предусмотрен, но не в ближайшие три года. Также жители просили построить тротуары на нескольких улицах Сургута, смонтировать освещение на подходах к 12-й школе, что на улице Кукуевицкого. Депутатов и чиновников просили рассмотреть возможность переноса сроков строительства проезда Мунарева с 2024 на 2023 год. Власти не против и в ходе предстоящих в следующем году корректировок главного финансового документа будут изыскивать средства на эти цели. Дебаты по поводу бюджета Сургута на 2023 и плановый период двух последующих лет продолжатся и на следующей неделе. 21 декабря намечены депутатские слушания. 23 числа состоится итоговое заседание. Утверждение казны города значится первым вопросом из 26, что находится в повестке дня. Сургутский район стал участником федеральной программы по переселению из финального жилья муниципалитет Первый в Югре, который получил государственное финансирование. Освобождать непригодные для проживания строения мэрия намерено в 2023 на эти цели потратят 270 миллионов рублей. Из них 60% это средства местного и регионального бюджетов. Реализовать проект полностью должны до 2025-го. Глава Сургутского района Андрей Трубецко отметил, что уже в декабре планируется выкуп в Белом Юру 50 квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий обитателей финольных домов. Против главы городского поселения Барсово возбуждено уголовное дело. Вячеслава Познякова обвиняют по двум статьям УК «Халатность» и «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере». По данным ведомства, 9 миллионов рублей, которые поступили на баланс администрации городского поселения в 2021 на благоустройство территорий и развитие дорожно-транспортного хозяйства, были направлены на другие цели. Кроме того, главой поселения на протяжении длительного времени не принимались меры к признанию дома, который является муниципальной собственностью, аварийным. В результате его неправомерных действий граждане проживали в жилых помещениях, не отвечающих требованиям жилищного законодательства. Создана реальная угроза для их жизни и здоровья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы давали название своему садику, это был ключ к знаниям у детей и ключ к сердцу ребенка у нас. Если он подобран, то ребенок с удовольствием получает знания. И он с удовольствием живет в саду, с удовольствием учится, с удовольствием черпает вот эти вот, как губка, вкитывает все, что мы ему даем. Лучший учитель Сургутского района преподает общество знания в Ленторской школе номер 5. Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди педагогов. Победителем среди учителей стала Алина Арипова. Уроки ведет уже 6 лет, в конкурсе участвует впервые. Алина рассказала журналисту Сургут-24, что просто хотела испытать свои силы и показать, на что способна в профессии. Колоссальные, конечно, ощущения, большой спектр эмоций я испытала на протяжении всего конкурсного испытания. Конечно, было очень нелегко, были очень достойные соперники, считая, каждый по-своему был профессионалом в своем деле. И данный конкурс помог нам подготовиться к дальнейшему этапу, то есть к региональному этапу. Награды также вручили финалистам и победителям конкурсов «Воспитатель года России», «Педагогический дебют» и «Руководитель года». Те, кто занял первые места, отправятся защищать честь Сургутского района на региональный этап состязаний. За труд и желание профессионально расти каждый день педагогов муниципалитета поблагодарила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина. За ваш профессиональный подвиг, за ваше стремление действительно вырастить наших молодых земляков так, чтобы они были конкурентно способны, чтобы у них в жизни была действительно уверенность, что образование полученное здесь, в школах, в садах, что образование, полученное в стенах высших учебных заведений, позволит им в жизни состояться. Сегодня для молодых наших земляков это очень ценное приобретение. Свет Победы. Помогаем круглый год. В своем благотворительном проекте компания «Газпром Энергосбыт Тюмень» компенсировала ветеранам Великой Отечественной войны из Югры, Ямала и Тюменской области расходы на электроэнергию. Также в декабре сотрудники предприятия лично поздравляют фронтовиков с предстоящим Новым Годом. На одну из таких встреч побывала наша съемочная группа. Карина Александровна расскажет подробнее. По традиции, в преддверии 2023 года сотрудники предприятия «Газпром Энергосбыт Тюмень» навещают Любовь Ефимовну Нефедову из поселка Белый Яр. Здравствуйте, Любовь Ефимовна. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем крепкого здоровья, чтобы вам всегда было тепло и уютно в вашем доме. Жизнь Любови Ефимовны, как и других ветеранов, простой не назовешь. В 15 лет она выучилась на медсестру и была отправлена на фронт. Лечением раненых занималась и после 1945 года в ходе вооруженного конфликта с Японией. Вспоминая о прошлом, женщина всякий раз не может сдержать слез. Энергетики понимают, насколько важно оказывать героям не только материальную поддержку, но и проявлять заботу при личной встрече. Конечно же, это вообще хорошо. Она ни за что ведь не платит. Это, конечно, большое спасибо. Она это говорит уже много раз. Это еще она понимает пока маленечко. Говорит спасибо. Хорошо это все ей помогает. Своим самым ценным клиентам энергосбытовая компания преподнесла новогодний подарок – компенсацию затрат на электроэнергию в размере 4000 рублей. Ее зачислили тем категориям ветеранов, которые не возмещают расходы на ЖКУ – из регионального и федерального бюджетов. Зачисления уже можно увидеть на лицевых счетах дистанционных сервисов, а также в платежных документах за ноябрь. В декабре для сотрудников компании наступает самое волнительное время. Мы поздравляем с наступающим Новым годом самых важных потребителей электрической энергии – ветеранов Великой Отечественной войны. И мы точно знаем, что нас ждут в гости на территории всей деятельности компании. До конца года сотрудники компании навестят ветеранов в Югре, на Ямале и в Тюменской области. Там проживает более 280 участников и инвалидов Великой Отечественной войны – вдов и вдовцов фронтовиков. Бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также тружеников тыла. Для них энергетики также с любовью подготовили теплые подарки. Карина Александян, Сергей Коликов, Сургут-24. Посещать городские пространства, создавать семьи, достигать вершин в профессиональном спорте. Мои коллеги посетили одну из тренировок сургутского параспортсмена. Иван Винс в этом году стал призером ежегодной открытой окружной спортукиады. Мужчина побил личный рекорд по метанию диска. Лучший его результат – 27 метров 8 сантиметров. Сургутянин входит в резервный состав национальной сборной по легкой атлетике. Мастер спорта России рассказал журналистам о медиа, как пришел к профессиональному спорту после серьезной травмы. «Два года занимался реабилитацией. Физически стал сильнее. Никаких движений в плане, что ходить буду, не было. Потом предложили заниматься спортом. Начал с плавания. Там плавал больше для себя. И один раз позвали на соревнования городские по легкой атлетике. Выступил, попал даже в призы. Меня заметил тренер». «Это было 5 лет назад еще. И я ему предложил один раз. Он сначала подумал. Парень основательный, такой серьезный. Взвесил все за и против. И через годик, когда я его еще раз пригласил, конкретно на соревнованиях, мне, конечно же, понравились физические данные. Вы сами видите, что данные у него стерлинные такие выдающиеся, так скажем. Для метания. Иван Винц готовится к чемпионату России. Он состоится в 2023. Что мотивирует мужчину на достижение новых спортивных высот и как его поддерживают близкие. Мои коллеги готовят сюжет о паре спортсменей. Материал выйдет в эти выходные. В итоговой программе новости. Главное, не пропустите. До Нового года осталось 16 дней. Журналисты Соргу-24 выяснили, какой по предварительным данным будет погода в ночь с 31 декабря на 1 января. Предшествующая смене лет неделя. По информации онлайн, метеосервисов станет довольно холодной. Дневные температуры с 27 по 30 декабря, например, будут колебаться в диапазоне от минус 23 до минус 29 по Цельсию. Ночью от 30 до 33 мороза. Но 31 числа, как пока нам обещают, потеплеет. Днем минус 18. В полуночь похолодает до 23 градусов. Что же касается истории, то за последние 12 лет холоднее всего в ночь с 31 на 1 было в 2020 около минус 34. Самый теплый Новый год за указанный период саргутяне встречали 8 лет назад, когда подбой курантов наступил в 2014. Тогда за окном было всего минус 2. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Увидимся на наших каналах. До свидания. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамеры в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит – это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит. Окружной паблик ВКонтакте о Медиа Югра. Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей Югре? Пишите, присылайте фото и видео в сообщения группы о Медиа Югра. Станьте нашим ньюсмейкером о Медиа Югра. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи – это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова